Мур, привет друг, это Зверько. Разрабы ввели очень полезный нюанс, отображение статуса на персонажа и тайминг. Не закатывай глаза, сейчас поясню. Теперь, если мы станем, рутим или подкидываем врага, на нем появляется надпись испытываемого статуса и полоса окончания этого контроля. Давай посмотрим несколько персонажей. Белерик, надпись обездвиживания. Противник в этом статусе может отбиваться, используя автоатаку и некоторые навыки. Зелон первым навыком осуществляет подкидывание. Как знаем, та же Гвиньевра по таким целям наносит больше урона. Ульта Франка. Как бы подавляет цель и не совсем ясно, относится ли это к Стану. А вот первым навыком он накидывает Стан. У Наны Превращение тоже прописывается в статусе персонажа. Ульта выдает обычный Стан. У Сайбера от ульты, конечно, подкидывание. Ангела вторым навыком накладывает обездвиживание. Жаль не показан процент, насколько мы замедляем персонажа, но может добавят в будущем. Странно, что толчок Тигрила не прописывается статусом, а только подкидывание повторным нажатием. Опять же, в ульте заметна смена статусов с неподвижности на Стан. Стан от навыка отспенения также показывает статус. А от ульты Акая накладывается Немота. Видимо, перемещение и Немота в одном флаконе. Второй навык, плюс прыжок, конечно, Стан. Вексана же своей рукой приводит врага в ужас и заставляет метаться. Наталья накладывает Немоту. Немота – это когда персонаж может драться автоатакой, бегать, но не использует навыки. Как ты помнишь, у Тигрила перемещение не отображалось в статусе, а у жертвы Леоморда прописывается накладываемый Стан от второго навыка. Что же даст это новшество? Во-первых, точное время завершения контроля. Во-вторых, точное понимание, что происходит с персонажем. Третье, можно будет проверять, если введут существенный бонус поглушенным персонажем. Я смогу проверить подавление Франка, считается системой заглушения или нет. На этом все. Не забудь подписаться, поставить лапку под видео и показать его друзьям. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok